приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами елена ситникова сегодня будет немножечко влоговое видео немножечко рассуждения поделюсь с вами своими впечатлениями о пряже и конечно же своими мыслями своими новыми проектами что связала и что буду вязать об этом расскажу в этом видео кому это интересно наливайте себе чай кофеек и я начну и так мои хорошие розовая эпопея продолжается как вы помните жилет болеро который сейчас на мне потом было вот это вот прекрасная пончо которая у меня фоном служит на заднем плане много всяких вещей было но розовая тема меня захватила и захватила пряжа которая называется не дара ангора 2 все вы наверняка знаете эту пряжу есть разногласия есть разные мнения по поводу этой пряжи я конечно же буду делиться своим мнением на мой взгляд это пряжа прекрасно прекрасно когда ее смешивать и сегодня кстати еще об одной смесовки я поговорю в этом видео вот на мне вы видите готовую работу сейчас это рукава но конечно же эти рукава превращаются в гетры вот здесь очень интересная смесовка и во второй части видео я вам все покажу поближе но сейчас немножко об этой пряжи она меня просто покорила это итальянская пряжа которая с недавних пор расфасовывается в прибалтике и она теперь является моточной раньше было это бобинная пряжа здесь потрясающий состав 50 процентов мохер 30 процентов акрил и а 20 процентов это шерсть молодых овец 750 метров в 100 граммах это пряжа походу никогда не кончается я уже связала неимоверное количество работ из нее давайте начнем вот с этого пончо на пончо ушло всего 125 грамм а вот этой мидары конечно же там есть еще и пряжа ситал но все равно это очень экономичная пряжа в своем расходе 2 моточка пряжи у меня было розового оттенка появилась на свет вот это прекрасная пончо тоже мнение разделились сразу отвечу на комментарии пончо для меня удобно если вы не привыкли ну если вас напрягает вот то что вы не можете поднять высоко руки или вас как-то это стесняет вам некомфортно тогда эта модель не ваша но для меня вот эта модель просто прекрасно я сейчас в этом пончо просто одеваю его с утра одеваю теперь вот эти вот гетры рукава и сижу вижу мне комфортно мне уютно и я вязала это пончо для прогулок конечно же мне не нужно на прогулке поднимать руки вверх их не занимаюсь физкультурой в это время поэтому мне это очень удобно для прохладных вечеров где-нибудь в паркинг на скамеечке с термосом с какими-нибудь бутербродиками в общем такой пикничок и это пончо это просто прелесть прелестная в общем вот эта пряжа я так поняла что два матка и у нас готовое изделие но если конечно что-то немножечко туда подмешать где еще я использовала эту пряжу я сейчас вам напомню да по поводу розового оттенка у меня еще осталось 30 грамм и эти 30 грамм пойдут на воротник снуд которые вот как раз я буду вязать к этому пончо вы мне там писали у вас красивая модель но в той модели которая на картинке представлена ваш воротник уступает там более такой высокий воротник типах хомутану который стоит стоечкой да я сделала это намеренно потому что мне хотелось вот такой воротник где косы вот эти вот жгуты и вернее переходят в более широкие жгуты и это не теряется вот этот рисунок но если связать отдельный такой маленький снуд воротник как я это называю который в там в обороты а просто вот одевается как воротник то будет очень красиво смотреться и у меня есть пряжа для для этого конечно же я свяжу дальше что же еще я связала из медары вот этот свитер жгуты на резинке вы помните было опять же 2 ма . пряжа 1 вот такого более светлого молочного оттенка 2 вот такая песочная вот пожалуйста вот такой готовый свитер получился то есть еще 2 ма . пряжи плечевое изделие еще я связала из медары вот этот вот кардиган или кофта бабушкина бабушкина кофта по-моему я ее так назвала это тоже даже двух моточков пряжи не пошло еще осталось грамма наверное 40 и пряжа сетал здесь то есть 2 матка у вас плечевое изделие представляете что такое ангора 2 я не знаю мне очень нравится причем она вообще но я не знаю ее можно со всеми пряжами смешивать и это будет очень очень красиво вот эти вот рукава которые я связала рукава гетры я сейчас вот сниму видите как все легко и просто если в этом изделии у нас были кнопки то здесь резинка конечно она фиксируется на ноге потому что я буду носить это и как гетры и как рукава и вот когда вот такой рукавчик как в этом жилете болерону то есть он спущенный достаточно здесь не нужны тогда кнопки здесь просто вот такая резинка мы поднимаем вверх только резинку конечно же не нужно делать слишком туго иначе будет стягивать вашу руку и будет нарушать ваше кровообращение поэтому здесь тоже нужно не переборщить и вот вам пожалуйста готовые рукава готовые гетры и конечно же будет продолжение но продолжение я расскажу немножко позже уже перейдем на стол сейчас мы с вами наговоримся вдоволь а дальше я расскажу о своих мыслях и что же я буду вязать и возможно вы ко мне присоединитесь и тоже будете вязать эту вещь это не обязательно вязать вот этот жилет и эту вещь которую я планирую одевать вниз чтобы продолжить вот этот комплект вот этот трансформер у меня уже есть жилет у меня уже есть гетры рукава и я вот сейчас пристану конечно же это будет низ изделия который о котором я вам сегодня расскажу но это будет как самостоятельная самостоятельная вещь то есть ее можно носить и под этот же лет и можно носить отдельно ничего пристегиваться не будем просто будет отдельная вещь на которую будет одеваться вот этот вот жилет естественно ее можно будет носить как угодно с жилетом или без это как вы хотите так что еще хотела рассказать по поводу вот этого пончо у меня заказала дочь как вы знаете я уже рассказывала в каком-то видео вот именно вот такое пончо но она хочет его серого цвета и конечно же у меня этот серый цвет есть вот таких моточков у меня было 4 это вот этот бабушкин кардиган с сеталом и еще осталось два и я знаю что мне хватит на анина пончо вот это вот со жгутами я его опять смешаю с такой с таким же сеталом и она получит себе пончо вот это пончо когда я его буду вязать и я буду снимать мастер-класс подробный с расчетами ну приблизительными расчетами потому что кто со мной давно на канале эти знают что я расчеты не люблю но все-таки расскажу как же все-таки рассчитать так что пончо будет и это еще два моточка мидары а там город вернее ангора 2 от мидары и еще два моточка еще ждет нас одно изделие вот такого красивого пепельного серого цвета но я бы так назвала сейчас вроде то вам передается как то что я вижу то и вы видите у себя на экране то есть правильно то есть еще два плечевых изделия нас ждет из этой пряжи в общем я говорю что это пряжа не кончается попробуйте может быть вам понравится для меня она не колкая если у вас гиперчувствительная кожа тогда конечно же вам будет колоться вот почему я сейчас не начинаю вот этот проект для они который мне нужно съездить состыковаться дочь у меня работает чтобы попасть в ее выходной чтобы она померила вот это вот пончо и решила колется она ей или не колется я надеюсь конечно что будет все нормально и тогда будет вот это пряжа участвовать если же колется тогда я буду придумывать что-то какую-то другую пряжу докупать и все равно пончо будет с подробным мастер-классом так что вот такие мои впечатления о пряже которая не кончается я вам ее рекомендую стоит она по моему сейчас около 500 рублей 100 грамм ну какие 100 грамм если два моточка вам нужно на плечевое изделие понимаете какое финансово какие финансовые вложения вам нужны чтобы связать плечевое изделие так что присмотритесь к этой пряжи попробуйте связать шапочку я думаю что вам понравится но а дальше посмотрите и выбор конечно будет за вами ну а сейчас перейдем на стол я подробнее расскажу как я вязала вот эти гетры рукава расскажу о интереснейшей смесовке это еще моя одна смелость потому что я люблю эксперименты и так я еще не смешивала пряжу поэтому оставайтесь думаю что будет интересно итак друзья гетры я сейчас без этого аксессуара вообще не могу выходить на прогулки я настолько прониклась их теплотой комфортом и уютом что я просто рекомендую вам попробуйте свяжите сходите прогуляйтесь я думаю что вам понравится ножки в тепле вы можете долго находиться на улице даже сидеть и зимой на скамейке взяв с собой определенные подложки под пятую точку в общем вещь превосходное и так как же я их вязала ну наберете конечно же нужное количество петель я начинала вязать с 56 петель и у меня 7 вот таких жгутиков провязав вот этой интересной резинкой с вытянутой петлей спицы я начинала шестерочка вязать из набора джинджер кстати спицы в том месте где я покупала разобрали до сих пор идут от вас письма по поводу этого набора но уже его нет в наличии я говорю про вот этот набор спиц джинджер многие из вас купили многие мне писали благодарственные письма и многим этот набор понравился если не сказать всем я очень довольна этим набором но возможно их привезут правда по какой цене они будут это вопрос не у меня ничего не раскручивается еще раз повторю и я эти спицы сейчас не выпускаю из рук так вот начинала я вязать эти гетры рукава с резиночки с 56 петель провязав вот это расстояние потом пошел жгутик и здесь я увеличила на петлю потому что жгутик идет два на два то есть резинка 3 на 1 превратилась в резиночку 3 на 1 и потом 4 петли это для вот этого жгута то есть петель стала 63 после резиночки я перешла на спицы пять с половиной почему вот здесь вот я стала вязать шире объясню почему я на улице эти гетры вот особенно когда мы сидим на скамейке берем с собой термос зимой чтобы не мерзли коленки я это поднимаю вверх как ботфорты то есть выше коленки и конечно же здесь не нужно шире ну а если не поднимать и носить на игре тогда нужна резиночка что я и сделала вот здесь пришита резинка но пришита хитрым образом вы видите она пришита только за вот эти вот лицевые лицевую вот эту петлю но с той стороны она у нас изнаночная вот так вот прихвачена за две вот эти полупетли чтобы ее про вот здесь вот вы видите она что в растянутом виде что так ее не видно что она там есть и так идем дальше провязав какое-то расстояние вот практически до вот этого момента я перешла на спицы 4 с половиной вот этот манжет почему вот как раз мы плавно переходим к теме смесовки так я еще не смешивала в самом начале что у меня какая у ниточка идет у меня идет не дара город 2 розового цвета потом прошла пряжа считал сюда же и вот в таком тендеме я вязала вот эти вот эту вот это расстояние вот его здесь видно затем у меня закончилась практически закончилась пряжа считал и я перешла девочки я перешла на итальянский ирис тот итальянский ирис который остался у меня от ирландского кружева представляете вот это вот тонкая очень крученая ниточка кто увлекается ирландским кружевом те знают что это за ниточка это натуральный хлопок в общем это ирис вот так я еще не смешивала у меня было два сложения вот этого ириса вот вот эти две ниточки пряжа ангора 2 от мидары и сюда я еще добавила то есть вот я вам сейчас показываю что у меня шло дальше значит вот эти два сложения ириса мидара и 3 ниточка это тоже из остатков это мохер от альпина же не мы с вами вязали из этого мохера джемпер мираж по светлане волкодав вот в таком составе вот такая толщина вязалась гетро у меня после того как у меня закончился сетал вот вы видите сейчас покажу близко посмотрите я вообще не ожидала что вот ирис итальянский хлопок так хорошо смешивается с мохером конечно же здесь вот это вот объем и все вот эти красивые жгуты которые держат форму это за счет вот этого мохера от альпина же не в общем это для меня целое открытие я теперь буду смешивать у меня вот такого ириса розового оттенка еще моточков 5 и я все не знала куда же его пристроить потому что к ирландскому кружеву я сейчас возвращаться не сейчас не в будущем не буду села зрение и поэтому конечно же это ниточка была не удел а теперь будет удел потому что я вижу как она хорошо лежит с мохером вот вы прекрасно это видите то есть видите вот такой вот переход переход оттенков здесь конечно намного мягче но здесь во первых теплее и во вторых это более жесткая и очень хорошо держит форму дальше у меня заканчивалась мне же нужно чтобы хватило на 2 гетра у меня заканчивалась вот эта пряжа вот у меня осталось ну я понятия не имела хватит ли мне на 2 на 2 гетра поэтому провязав какое-то расстояние сейчас я вижу что хватило бы до конца но зато теперь я узнала еще сделала вывод я дальше убрала вот этот мохер и вы видите вот конец гетры это ангора 2 и а вот это вот итальянская хлопковая ниточка в два сложения то есть дальше у меня вот что пошло два сложения ириса и ангора 2 вот посмотрите какой это результат то есть это уже более такое гладкое полотно кстати хорошо держащие форму наверное вот хлопок дает вот держит вернее форму у полотна и получается что она но не пушистая вот такое вот гладенькая так что мидару еще можно смешивать смело вот эту вот пряжу ангора 2 вот такая этикеточка можно смешивать и с хлопком вот это для меня было открытие то есть целых два мидара и хлопок и мохер и хлопок так что не бойтесь экспериментов особенно вот в таких вот маленьких вещах ну которая как бы не жалко что вы там свяжите гетру ну потратите там в вечер или день на это изделие распустите не понравится вам а вдруг вам понравится это будет целое открытие для вас так что мои хорошие свяжите себе гетры из остатков пряжи я думаю что у многих есть в закромах какие-то остаточки пряжи может быть остаточки вот такие маленькие клубочки махера пусть он будет разных оттенков в гетры это пойдет а вот теперь представьте как это красиво смот будет смотреться уже даже с моим пончо вот представляете какая красота красивая у меня уже вырисовываются комплекта то есть осталось связать вот этот съемный снуд воротник есть гетры которые можно носить под вот это пончо есть вот такая шапочка представляете в общем полнейшие полнейшие очень комфортный комплект который можно носить и спончу и вот как рукава с тем жилетом который вы видели на мне в первой части видео и еще конечно же будет снуд воротник еще хочу поделиться с вами одной интересной идеей в продолжении моего скоза 400 граммов 100 граммов я хочу связать и поскольку я люблю смешивать посмотрите мои запасы итальянского ириса конечно он ярче но есть еще вот такой шелк его идет очень очень мало может быть я буду вязать как-то комбинируя вот такая еще пряжа дэнди у меня есть это тоже хлопок тоже любила я в свое время когда вязала ирландское кружево кто вяжет я рекомендую мне нравится это пряжа и в общем буду смешивать либо буду вязать из вот такого оттенка даже не знаю что сюда больше подойдет либо вот этот розовый я про комплект вниз вот этот кофточку или джемпер скорее всего будет с v-образным вырезом чтобы можно было одеть красиво и не видно в общем вот такие мои мысли дальше сейчас вот поеду к дочери во первых мне нужно узнать колется ей мою пончу или нет но пока это случится сегодня или завтра скорее всего я начну вязать в общем у меня будет получаться два проекта идти параллельно один вот этот из розового розовой пряжи шелковый блеск и вот этого хлопка ну а второе это вот там вот лежит медара серый это вот пончо так что вот такие мои планы у меня еще есть ирис вот этот итальянский синего там синий голубой и светло-синий тоже на этот ирис у меня вот мысли теперь же я поняла что смешивать муж практически все все пряжи ну об этом пока не будем говорить это уж слишком много планов нужно связать хотя бы вот эти две вещи которые я запланировала так что розовая эпопея продолжается я надеюсь что кто-то ко мне присоединиться и будем вязать ну а за окошком у нас вот такая зима мороз мороз я сейчас достаю из своих закромов свои теплые вещи которые я вязала особенно платье домино вчера ходили в нем гулять и получился комплект там есть шарф из этой же пряжи белая шапка и в общем я очень довольна что вот так вот можно комбинировать свои комплекты и получать кайф от того что тебе тепло и уютно вот при таком морозе такие конечно теплые вещи очень очень нужны так что вяжите с удовольствием носите с удовольствием я вам всем желаю прекрасного настроения неимоверного полета фантазии и до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока